ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С осени этого года дорожные камеры научатся распознавать еще один вид нарушения движения без ближнего света фар или дневных ходовых огней. Штраф за это, напомню, составляет 500 рублей. Новшества внедрят в дюжине регионов, включая Москву, Тверь, Иркутск, Красноярск, Омск и Ульяновск. Кирова в списке пока нет. Ранее, добавлю, сообщалось, что комплексы и фото-видео фиксации стали рассылать письма счастья за непристегнутый ремень не только в российской столице, но и в Татарстане и Тамбовской области. ТРАССА СТО ОДИН Россияне набрали автокредитов и не платят по ним. По данным издания «За рулем», просроченная задолженность по такого вида займам за последнее время выросла наполовину. Всего автовладельцы должны банкам порядка 50 миллиардов рублей. Отчасти, говорят специалисты, в этом виноваты сами финансовые учреждения. В недалеком прошлом они раздавали автокредиты налево и направо, не запрашивая информацию о доходах клиентов. В Госдуме обсудили ранее озвученное МВД предложение об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей, принадлежащих физлицам. В целом парламентарии не против инициативы, они считают, что ее действительно можно реализовать. Однако, однако придется предусмотреть множество моментов, в том числе речь идет об ОСАГО. Автогражданка, скорее всего, будет дешевле обходиться тем, кто в добровольном порядке приедет на АТО. ТРАССА СТО ОДИН Компания «Фольксваген» запустила продажи внедорожного кемпера на базе модели «Кадди». Машина стоит минимум 2 миллиона 620 тысяч рублей. Оснащается она бензиновым 110-сильным мотором объемом 1,6 и 6-ступенчатой механической коробкой передач. В списке оборудования светодиодные фары, 6 подушек безопасности, цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль. Кемперная составляющая – это, в частности, диван-кровать, выдвижная кухня и палатка. ТРАССА СТО ОДИН В Соединенных Штатах отыскали «Тойоту» с рекордным пробегом. Владелец пикапа «Токома» уверяет, что проехал на нем за последние 13 лет почти 2,5 миллиона километров. В среднем «Янки» преодолевает за день около 800 километров. Его работа связана с перевозкой веществ для научных исследований. Что касается больших ремонтов, то их якобы было всего два. Замена мотора – 160-сильный бензиновый объемом 2,7 и замена автоматической коробки. Добавлю на Авито – сейчас 20-летний «Токома» продают за миллион рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok